Самая внедорожная трасса Москвы. Квадратрек Формула-7. Сегодня здесь проводятся соревнования на баги и квадроциклах. Очень зрелищные, надо сказать, соревнования на скорость, выносливость и правильное прохождение грязевых ванн. Минувшие соревнования стали вторыми в истории F7 Challenge. Любопытно, что не нужно никаких доработок техники. Усиление штатного каркаса безопасности, установки увеличенного топливного бака и прочего. На старт можно выйти на машине, только что покинувший салон. Впрочем, это не единственная особенность F7 Challenge. Плюс уникальность именно нашей красы под Еврокросс, она самая безопасная. Вот в моем понимании, я уже участвую давно достаточно, я сам, когда не организовываю, активно принимаю участие. Мы сделали абсолютно комфортную, безопасную трассу, чтобы никто не перевернулся, не сломался. Для дисциплины Еврокросс предусмотрено три зачета. По опыту спортсменов, новички соревнуются в классе ССВ, любители в классе ССВ-про, а титулованные гонщики в ССВ-мастер. Что же касается дисциплин для квадроциклов, грязевые кольца и ванны, то там никаких разделений нет. Судить приходится все равно квалифицированным судьям, которые имеют соответствующие разряды. Благо, есть такие люди в нашей стране, которые уполномочены судить такого рода технические виды спорта. В разных дисциплинах важно разное, но в принципе, в целом, везде одно и то же надо первым приехать на финиш. Просто в одном случае первым по времени, в другом случае первым по физически первым. Так, на грязевом кольце, трассе протяженностью 1400 метров, участникам нужно проехать как можно больше кругов за 90 минут. А в парных заездах в грязевых ваннах финишировать быстрее соперника. Ребята, здесь принимают участие и любители, и просто кто умеет ездить, и профессионалов. Профессионалов, как факт, нету. Я не профессионал. Я просто катаюсь на ней. Мне нравится это. Впечатление отлично. Суперская организация. Формула-7 создала все условия для комфортного пребывания. Если вы пройдете туда, вы увидите наш лагерь Формула-7. Там есть все. Там есть персонал, там есть мастера первоклассные, которые обслуживают машины. В этом году F7 Challenge проходит в два этапа. Второй состоится на квадротреке Формула-7 с 31 июля по 1 августа. Формула-7